Друзья мои, с вами Сергей Владимирович. Я живу сейчас в пригороде Милану. Обезы красочные, как видите, сейчас не карнавал, все нормально, мы сейчас снимаем здесь небольшой репортаж. Кстати, обратите внимание на эту кнопочку, она реально напоминает женский половой орган. Я не знаю, люди, правда ли, здесь раньше была реально вода. Вот, и сейчас мы переезжаем, перемещаемся, переезжаем и ищем новое место, пристанище, виталище для нас двоих. Вот, есть у меня одна такая капризная женщина, которая все время... которая все время чуть не нравится. Вот. Друзья, мне очень сложно, очень сложно действительно находить общий язык и контакт с современными женщинами, современными девушками. Вот, очень сложно вообще общаться, находить общий язык в Италии. Вот, и потому что, как я уже говорил вам много раз во всяких таких видео, что общество итальянское весьма консервативное, весьма консервативное. И в этом вся проблема. То есть, мы ищем действительно какие-то компромиссы, какие-то мы ищем способы решения проблемы. Но даже вот снять элементарно, снять какую-то квартиру в Италии очень сложно. Просто, то есть, люди договариваются, договариваются, потом начинают так памс. В последний момент, например, все, мы не хотим. Потому что вы пара, они боятся, что вы там раздолбите нашу мебель, что будете там трахаться каждый день 25 раз в сутки. И поэтому мы не хотим. И вот в этом вся проблематика, друзья мои, в этом вся проблематика. И я единственный, кто действительно эти проблемы поднимает, обсуждает, рассказывает обо всем и говорит вам честно, по чесночку всю правду. За что же вы не любите правду. Ну, видимо, это то, что это, собственно, является правдой. Именно потому, что просто люди предпочитают, предпочитают, да, предпочитают слушать всякую ложь, конечно. Да, я знаю, я знаю. Но я такой человек, я правдолюб, я правдолюб, поэтому я рассказываю все по чесноку. А некоторым это действительно очень и очень не нравится. Вот вчера, например, отменили два поезда сюда. Мы добрались вчера в полвторого ночи. В полвторого ночи мы добрались сюда в Абритеграсс. Это, блядь, ёбаный рот. Вы что, что, шутите или что? Это просто, блядь, ёбаный пиздец, у него блисты. Какими словами это еще можно назвать? Какими? Вот сюда, чтобы добраться в эту жопу мира, блядь, а позади меня находится именно жопа мира по названию Абритеграсса. Мы должны, блядь, вчера, блядь, потратить хуевую тучу, блядь, ёбаного нашего свободного времени, блядь, стоять с этими, блядь, обезьянами просто на каком-то там, блядь, на Порто-Дженове. И никак, возможности никакой не было, блядь, уехать. Это вообще просто, блядный пиздец. Другими словами я просто не могу выразить, блядь, честное слово. Пока-пока. Что, поезд? Я тыщу свои вещи. А, я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok